Во-первых, нужно подумать, в каком районе вы хотите его открыть. Либо это будет тот район, где у вас больше всего людей в вашей команде, чтобы обучать этих людей. Если вы еще только новичок, можно думать и новичком. Просто выбираем место, и тогда мы уже будем приглашать ехать в тот район, удобно, и будем приглашать людей конкретно в тот клуб. Выбираем, можно посмотреть по справочнику в интернете, название детских клубов, где они есть. Выбираем, которые понравились, определились с районом. Мы в Чижовке нашли клуб. Встречаемся обязательно с организатором детского клуба, договариваемся о помещении, все расспрашиваем, когда у них проходят занятия. Нам нужно удобное время, обычно это с 11 до часа. Очень удобно, потому что дети после часа ложатся, кушают и ложатся спать. Либо это вечернее время, и выходной день, можно и в будний день. У нас по пятницам в будний день, 10.30, 12.30. Очень удобно, что и маленькие малыши подстраиваются под этот график, даже те, кто два раза спит. Определились мы со временем, когда есть свободное. Обязательно посмотреть помещение, какое оно. Оно должно быть... Ну, это очень хорошо, если там будут ковроли. Очень хорошо, если там будут по периметру, допустим, игрушки. Потому что мамы часто приходят со своими детками, и чтобы как-то занять детей, чтобы они не просто там сидели, носились, бегали и так далее. Они уже будут предель, увидят, что там много разных игрушек, и будут заниматься, а мама будет в свободное время пообщаться уже со специалистами. Так, спасибо. Спасибо.